15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Из плена боевиков за время перемирия освобождено 1200 человек. Среди них не только украинские военные, но и гражданские лица, сообщили в СНБО. Это один из шагов, который удалось сделать в рамках реализации мирного плана президента Украины Петра Порошенко. За последние сутки освободили 28 украинских военных. Такое же количество задержанных украинская сторона передала сепаратистам. Обмен произошел в 30 километрах от Донецка под контролем международных наблюдателей ОБСЕ. Территория под контрольным украинским военнослужащим увеличилась по сравнению с той, которая была по состоянию на 5 сентября. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. Линия столкновения значительным образом передвинулась. Украинские войска займут позиции, которые были потеряны в конце августа вдоль реки Кальмиус, сказал глава государства. В том числе по реке будет возведен рубеж обороны. Президент Украины также отметил, что некоторые территории Донбасса с особым статусом будут по периметру контролироваться украинскими пограничниками для того, чтобы обезопасить остальную Украину. На сегодняшний день мы осуществляем специальные мероприятия, которые также были запланированы. Кроме построения линии обороны вдоль административной границы, будет еще выстроена определенная зона, где будут работать в том числе пограничники. Сейчас готовится соответствующее инженерное, техническое, нормативное обеспечение. Для чего это делается? Не для того, чтобы кому-то помешать, но мы должны защититься от инфицирования, которое может идти с этой стороны. Мы готовимся к этому. Эти планы разрабатываются. Принятие законов об амнистии, об особом статусе некоторых регионов Донбасса, помогло сохранить Украине международную поддержку и начать деэскалацию конфликта. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. В противном случае на Киев могли бы возложить ответственность за срыв мирного процесса. На это бы развязало руки тем, кто рассчитывал прервать режим прекращения огня, добавил глава государства. Подчеркиваю еще раз. Особый режим местного самоуправления вводится на три года. Точка. Потом он автоматически ликвидируется. Закон является рамочным. Нет никаких норм прямого действия, кроме одной. Выборы. Выборы могут состояться только тогда, когда люди с оружием уйдут с улиц. На Донбасс вернулись 52 тысячи переселенцев. Жители Донецка и Луганской области, которые, спасаясь от снарядов, были вынуждены бежать, сегодня возвращаются в свои дома. Только за минувшие сутки из разных регионов Украины вернулись 2326 человек. Из них значительная часть в Донецкую область, сообщил глава межведомственного координационного штаба госслужбы по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий. По данным штаба, зона антитеррористической операции в другие регионы Украины переселили более 105 тысяч человек. Укрзалезныция возобновила движение поездов между Киевом и Луганском. Первый поезд со столичного ЖД вокзала отправился вчера, сообщает пресс-служба перевозчика. Поезд будет курсировать ежедневно в составе 10 вагонов. В случае увеличения пассажиропотока железнодорожники добавят количество вагонов. Движение пассажирских поездов дальнего следования со станции Луганска не осуществлялся с 26 июля в результате боевых действий и разрушения железнодорожной инфраструктуры. Украинская гуманитарная помощь уже прибыла в Луганск, сообщили в СНБО. На очереди еще почти 600 тонн груза. Это консервы, крупы, сахар, мука, предметы гигиены, которые хранятся на складах Старобельска и Северодонецка. Андрей Лысенко напомнил, что украинская власть передала гуманитарную помощь Международному комитету Красного Креста с соблюдением всех установленных процедур. Сила АТО готовится к отводу тяжелого вооружения на 15 километров, согласно Минскому меморандуму. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Напомнил, что под эту категорию подпадает вся артиллерия, а также бронемашины с пушками 100 мм и выше. Боевики российских войска также начали аналогичное движение, но не так интенсивно. При этом спикер СНБО выразил надежду, что они последуют примеру украинских военных. Вместе с тем за минувшие сутки террористы и неподконтрольные вооруженные формирования обстреляли блокпосты позиций подразделений вооруженных сил Украины в районах Донецкого аэропорта, а также населенных пунктов Дебальцево, Виноградово, Кнутово, Трудовское, Гранитное, Пески и Кургана Могила Острая. Вместе с тем отмечается снижение интенсивности обстрелов, что также отмечают международные наблюдатели. Утро в Донецке снова началось с залпов и взрывов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. Неспокойно в Петровском и Кировском районах города снаряды попали на рынок Трудовской и складские помещения в Киевском районе. Повреждены также газопроводы без газоснабжения 18 частных домов. Коммунальные службы продолжают работать. Двое жителей Мариуполя и боец Насгвардии стали жертвами обстрела диверсантами жилого квартала города. Военный погиб, 36-летний работник Азовстали, 15-летний подросток ранены. Мальчика доставили в городскую больницу, где прооперировали. По предварительной информации, подросток получил осколочное ранение в голову. Состояние пострадавшего тяжелое. Мариупольцы могут помочь Илье Луценко, сдав кровь в горбольнице номер 2. Российско-террористические войска готовят наступление одновременно по двум направлениям. Приморском и на севере подконтрольной им зоны в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает руководитель группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. Для этого из России приброшены станции радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также боеприпасы и снаряжения. Часть техники привез так называемый гуманитарный конвой из федерации. Вместе с тем Дмитрий Тымчук утверждает, что руководство ДНР и ЛНР требуют от боевиков беречь вооружение и технику, так как вскоре поток из России прекратится. У Евросоюза и НАТО есть доказательства того, что в Украине воюют российские войска. Об этом заявил евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Бален. По его словам, несмотря на опровержение со стороны России, Альянс имеет спутниковые снимки в качестве доказательства присутствия войск федерации на востоке Украины. Он также считает, что США и ЕС должны помочь Киеву в переговорах с Москвой. Он добавил, ЕС кардинально изменил отношение к России, даже уже имеет план Б на случай отключения Москвой газа зимой. На автодороге Днепропетровск-Никополь автобус, перевозивший 34 бойца спецбатальона «Шторм», съехал в Кювет и перевернулся. В результате аварии погибли два инспектора батальона, а 12 солдат с травмами были доставлены в больницу. Виновником ДТП оказался водитель, который заснул за рулем и потерял управление автотранспортным средством. В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП. Евросоюз, Украина и Россия готовы провести трехсторонние газовые переговоры 26 сентября в Берлине. Дату и место будущей встречи информационному агентству «Франс Пресс» подтвердил Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эйтингер. По словам министра Юрия Продана, именно это число устраивает все стороны. Напомним, ранее уже звучали различные даты возобновления трехсторонних газовых переговоров, но ни одну из них участники не подтвердили. Еврокомиссия продолжает расследование в отношении «Газпрома». Над ним работали в минувшие месяцы. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Антуан Коломбани. Он уточнил, что Еврокомиссия приостановила дискуссии с российским монополистом, потому что они не принесли конкретного результата. Антуан Коломбани призвал не смешивать приостановку этих консультаций с приостановкой расследования. Украинские экспортеры успешно компенсировали запрет Таможенного Союза по экспорту мяса птицы. Как сообщает Украинская Аграрная Конфедерация, в этом году из-за введенных ограничений объем экспорта мяса птицы в страны Таможенного Союза резко сократился. В сравнении с семью месяцами прошлого года на 20 тысяч тонн по Российской Федерации и на 11 по Казахстану. Однако, нарастив объемы экспорта в других направлениях, предприниматели полностью компенсировали эти потери. Наибольший прирост поставок мяса птиц из Украины за это время был достигнут по Ираку, Узбекистану и Нидерландам. Он составил более 25 тысяч тонн и значительно перекрыл снижение поставок в Россию. В целом, за январь-июль 2014 года Украина экспортировала почти 86 тысяч тонн мяса птицы, что на 9% больше, чем в прошлом году. Из России продолжают уходить инвесторы. Крупнейшая в мире компания по прямым инвестициям американская Blackstone Group решила отказаться от развития бизнеса Федерации. Это связано с тем, что за последние три года компания не нашла пригодных объектов для инвестиций. Тем временем, последствия западных санкций уже отражаются на экономике страны. В первом квартале этого года она просела на полпроцента по сравнению с прошлым. Количество еврооблигаций, которые выдали российским компаниям, уменьшилось на 93%. Кроме того, в июле им не судили ни одного евро, доллара или швейцарского франка. Вместе с тем, введение России эмбарго на продукты питания привело к существенному росту цен. Особенно подорожали мясо и рыба. РУНЕТ готовится к изоляции. Совет безопасности России 1 октября обсудит укрепление российского интернета. В частности, будет рассмотрена возможность создания автономной системы работы сети. В чрезвычайной ситуации, по-видимому, имеется в виду вооруженный конфликт. Она должна обеспечить корректную работу российского интернета. Сайты Федерации станут невидимыми из-за рубежа. Будет заблокирован доступ к иностранным ресурсам, которые не угодны властям. Экспортеры IT-индустрии считают, что такое ручное регулирование нанесет сокрушительный удар по перспективам российского сегмента сети. И приведет к массовому оттоку инвесторов и технологий из страны. Ну а далее на БТБ Украинский мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова